Сегодня пробоведь, которую я хотел вам рассказать, была изначально такая направленная на то, как относиться к происходящему. Вы знаете, что происходит в мире много чего сегодня. Происходят всякие потрясения, и душа у нас болит в основном не об этих потрясениях, а о том, что там задействованы люди, и что эти люди, они страдают, они подвергаются различного рода испытаниям, испытаниям физическим, испытаниям духовным, это все не так просто. И вот недавно был взрыв в Ливане, помните, там были сотни погибших, около, по-моему, четырех тысяч раненых, десятки тысяч остались без крыши над головой, полгорода фактически разрушено. Все это, конечно, печально. И вы знаете, что Ливан — это наполовину христианская страна, очень много церквей пострадало в Ливой Пейруте. Поэтому хочется за это тоже особую маэту возносить Господу. И мы знаем, что в Сирии происходит сегодня, как бы коронавирус нас отделил от всего этого, но в Сирии все равно гибнут люди, в Сирии все равно происходит война, там уже счет, по-моему, идет на сотни тысяч жертв этого геноцида собственного народа. Ну, оно все происходит вокруг нас, и Иисус говорил нам, что будут войны и землетрясения по местам, но это еще не конец. И вот не знаешь даже, как к этому относиться, хорошо это или плохо, что это еще не конец. Потому что в конце написано, что все будет хорошо, да? Если все плохо, то значит еще не конец. Получается так. Плюс ко всему вы знаете, что сейчас происходит в Беларуси. Следите, наверное, за эфирами, за новостями. Мы об этом знаем, конечно, улыбками, но то, что там творится, это страшное дело. Ну, так всегда, когда есть диктатура, которую пытаются свергнуть, которая укоренилась за 25 лет. И всегда бывают пострадавшие, и эти пострадавшие всегда будут безвинными, всегда будут полить заключенные, за них тоже нужно молиться. Самое главное, за мудрость христиан, которые там живут, которые присоединяются, к сожалению, к этим митингам и далеко не мирным митингам. Тоже хочется молиться за мудрость этих христиан, чтобы они все-таки не ввязывались в подобного рода вещи. Потому что ни к чему хорошему это их не приведет. В Израиле тоже, вы знаете, происходит разного рода демонстрации. То, что творится там напротив резиденции премьер-министра, ну, не исприятно. Мало того, что, ну, забастовки там, демонстрации, ладно, каждый имеет право демонстрировать все, что он хочет, но дело в том, что там происходят такие вещи на этих забастовках, что это все транслируется по всему миру, и создается очень плохой имидж в Израиле, вскоре из того, что там происходит. Там, конечно, и разврат, и призывы к убийству премьер-министра, и так далее, и так далее. То есть, ну, короче говоря, не очень лестный такой, получается, имидж у Израиля, исходя из того, что они видят. И коронавирус на это все наслоился, да, это сгущаю краску, да, немножко. Но, тем не менее, мы же знаем, мы должны отдавать себе отчет в том, что на самом деле все это происходит. Коронавирус наслоился, у нас в Израиле уже отсчет тяжелобольных идет на больше, чем на тысячу. У нас много очень тяжелобольных, которые нуждаются в искусстве вентиляции легких. Короче говоря, все это непонятно, каким образом на нас все навалилось. Причем, ладно, если в это все, там, знаете, одно пришло, другое ушло. А оно все приходит, и одно на другое наслаивается и наслаивается. Я уже не говорю про то, что у нас сейчас полностью обесценены всякие ценности семьи, и лидеры ЛГБТ-движений по всему миру, в общем, продвигают различного рода законопроекты, которые уже как бы нам диктуют, как жить, как относиться к семье. Уже стало позорным называть мужчину мужчиной, женщину женщиной. Мальчикам и девочкам нельзя говорить, что они мальчики и девочки. Они должны сами определить, кто они, и уже как бы внешние половые признаки никакого значения не имеют. Если мальчик заявляет, что он девочек, значит он девочкой. Если, значит, девочка заявляет, что она мальчик, значит она мальчик. И к этому все движется. К счастью, в Израиле этого не произойдет. В России, я понял, тоже приняли какую-то там поправку в Конституции, которая этого не позволяет сделать. Но есть другие страны, где, к сожалению, все это происходит. И я к чему это сейчас говорю, что посреди всего этого стоит церковь. И посреди всего этого есть христиане, которые все еще должны являть свет и быть солью этой земли. И тяжело. Потому что, знаете, иногда, вот мы уже говорили с вами, а что делать, если начнутся гонения на церковь? Как поступать? Сегодня есть гонения на церковь, я слышал даже в Южной Корее. Причем в том, что это христианская абсолютно страна фактически. Там крест на кресте, что называется, идешь по улице. Но там тоже есть гонения. В Китае опять начались гонения на церковь. Если раньше в каких-то областях еще можно было как-то христианам жить спокойно, то сегодня в этих областях уже призывают христиан выкинуть Библии и поклоняться президенту Китайской Народной Республики. Как его там, Син День Финь. Да. Ну, и, по всему, различного рода, ну, такие мерзкие соблазны, которые происходят, да. То есть мы видим, что люди, которые, в общем, виноваты во многих бедах, люди, которые прикарманили, наворовали, можно любой елой привесить, и им хорошо, они живут припеваючи, мы нигде не слышим, что им плохо от коронавируса и так далее. И получается, что вот эта вот еврейская пословица, которая говорит «Раша бетовро цадик верану», то есть законопреступник, да, или злодей и ему хорошо, а праведник и ему плохо, оно сбывается в нашей жизни, и мы видим, что на самом деле все это происходит. Вот представьте себе, да, вот эта вся внешняя ситуация, которая... Что вы там представляете? Вы там живете. Даже как и я. Или я как бы в другом мире сейчас говорю. У вас, наверное, то же самое, да? Происходит. Все вот это вот происходит вокруг, плюс ко всему это все происходит еще вокруг нас, у нас появляются различного рода соблазны гоняться за деньгами, причем они совершенно обусловленные, потому что, ну, вы знаете, что коронавирус, вот сейчас только вы обсуждали, это служение, работы нет, пособия ни на что не хватает, хочется еще заработать, иногда даже подработать. В общем, получается, что гоняясь за деньгами и внешними атрибутами успеха, вот это общество, которое сегодня нас окружает, да, я говорю не только верующих, я говорю, я не верующих тоже, оно захвачено вот этой эйфорией, будем говорить, идолопоклонству, служением ОМОНИ, потому что нужны деньги, деньги нужны нам для того, чтобы прикрыться счетами из них от денежных проблем, так говорил организмен учителей когда-то, ну, так оно и есть, потому что, ну, так мир устроен, что без денег мы никуда, говорят, что в конце, ну, говорят, в книге так написано, в Библии, что в конце будет состояние, когда нужно какое-то начертание на себя принять, чтобы можно было что продавать и покупать, на сегодняшний день пока еще это деньги, хотя я думаю, что это и есть то самое начертание, из которого мы не сможем ни продавать, ни покупать, тем более, что сегодня все идет уже к тому, что нас будут всех заставлять платить через интернет, уже оборот наличных потихонечку сбавляется, сбавляется, и мы все в погоне за богатством. Я когда проповедовал на эту тему, есть такое произведение, называется оно «Доктор Фауст». По-моему, оно «Доктор Фауст». По этому произведению была создана опера с одноименным названием, и там есть замечательная ария Мефистофеля. Я ее первый раз услышал в исполнении Муслима Магомаева. И он поет Мефистофель. Ну, помните такой Мефистофель, да? Вот тот самый сатана, просто предоставленный там в виде Мефистофеля. Он говорит, что мир, в общем, фактически воюет друг с другом. Из-за чего? Из-за золота. И сатана там правит, так оно и есть. Потому что все вот эти войны, все эти переделы собственности, все переделы наших с вами денег, которые происходят сегодня, это все происходит именно от того, что дьявол хочет посеять между нами раздор. Мы знаем, что Иисус об этом говорил. И не только Иисус говорил, до Него еще пророки говорили об этом. Бог через пророков об этом возвещал, что люди... Брат поднимется на брата и страна на страну. И будут войны, будет разрушение, будет много чего. Но все равно люди пытаются гнаться за деньгами. И я не говорю сейчас за деньгами, как за наличностью, да? А за внешними атрибутами благой жизни. Я еще раз говорю, я не говорю сейчас только о верующих. Я говорю вообще об обществе, в котором мы призваны быть, соответственно, и светом, и солью. И нужно помнить, что это Бог наделил нас способностью приобретать богатство. Помните, в 2-й законе 8 глава 18 стих написано, «Чтобы помнили Господа Бога твоего, наделяю вас способностью приобретать богатство». Вот сегодня, как вы думаете, почему диктаторы различного рода держатся так за власть? Надо понимать, да, что там, где власть, там есть деньги, там есть богатство, там можно чем-то управлять, потому что управлять людьми без ресурсов невозможно. Это на таком высоком государственном уровне. На уровне таком обывательском, вы знаете, что люди подсаживают друг другу, для того, чтобы получить должность такую и так далее. Ради чего? Ради, опять же, статусности и денег дополнительных. Иногда бывает так, что такую работу предлагают, за которую и денег не хочется, которые они дают. Но, тем не менее, люди пытаются друг друга посадить. Почему? Потому что нужен статус и нужны деньги. Это то, что хотел как раз доктор Фауст. Он хотел молодость, статус и деньги. Он получил это. Но сегодня мы забываем, сейчас уже перехожу как бы о разговоре с верующими, мы забываем очень часто, что Бог наделил нас способностью приобретать богатство. Не мир у нас наделил способностью приобретать богатство. Каждый из нас учился чему-то, у нас у каждого есть профессия, у кого-то не одна, у кого-то много разных образований, у многих это в разных областях, у многих бывает, что профессии, они связаны действительно с заработком больших денег. Но почему-то этих денег нет. И об этом тоже сейчас поговорим. Вот еще раз напомню, что Бог сказал, чтобы помнили Господа Бога твоего, наделяю вас способностью приобретать богатство. И вот вопрос, помним ли мы всегда Господа? Чтим ли мы Его от начатков наших, как Он писал? Чтим ли мы Его десятилами? Чтим ли мы Его пожертвованиями своими? Помощью нуждающимся? Навещаем ли больных в больницах заключенных в тюрьмах? Нет, я не говорю, что нужно всем собраться и пойти навещать заключенных в тюрьмах. И не всегда в больницу имеет смысл идти, тем более сейчас. Но тем не менее, Бог хочет, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Он хочет от нас любви. И единственным критерием соблюдения любви является соблюдение заповеди. То есть, есть измерение любви, да? То есть, насколько мы Его любим, насколько соблюдаем Его заповеди. Вопрос, какие заповеди мы соблюдать, мы с вами уже об этом говорим, и я однократно повторяться не буду. Но мы обычно хотим верности от Бога. Правильно? Мы хотим, чтобы Бог был верным по отношению к нам. То есть, мы говорим, Бог, ты же обещал. Вот обетование, вот твои обещания, вот тут написано, мы хотим верности от Бога. И иногда стоит задать себе вопрос, а мы сами-то верны? И получается, что не всегда. Мы не всегда верны Богу. По одной простой причине. Тяжело соблюдать верность нам, людям, которые отебищены вот этой вот мирской заботой о том, что происходит. Обратите внимание, что как только происходит что-нибудь, мы начинаем этим быть озабоченным. Например, когда пошел коронавирус, мы все смотрели, включая говорящие сейчас, да? Мы все смотрели новости, смотрели, что же там скажут, какие будут у нас новые меры, какой карантин, куда можно ходить, куда нельзя ходить и так далее. Мы как-то раз даже поехали в Тель-Авив, и нас там развернули, сказали, нельзя ездить в Тель-Авив, идите, сидите дома. Такой был карантин, если помните. Мы очень часто обращаем внимание на то, что происходит вокруг нас, и это настолько нас затягивает, еще раз повторяю, не потому что мы плохие христиане или хорошие христиане, мы вот такие. Если никто скажет, что он на 100% посвящен Богу и ни на что не обращает внимания, и его там ничего не беспокоит, у него все в жизни хорошо, вот только церковь, Бог и Слово Божье, я не поверю. Потому что этот человек живет на какой-то другой планете. У нас у всех есть заботы. Это могут быть заботы о здоровье, это могут быть заботы о еде, это могут быть заботы о деньгах, это могут быть заботы о новой работе и так далее. Мы постоянно чем-то озабочим. Хорошо это или плохо, это то, что есть. И другого как бы нам не дано. Но мы все посланники Христовы. Представьте себе, что вы имеете паспорт гражданина Израиля, скажем, и вы приехали в какую-то другую страну. И там начались беспорядки. Вот вы как гражданин Израиля будете в них участвовать? В этих беспорядках? Скорее всего нет. Скорее всего просто соберетесь, постарайтесь поменять билет и уехать оттуда. Или если этого не получится, вы скорее всего будете сторониться от беспорядков, продолжать жить своей жизнью, ради которой вы приехали и как бы отстраниться от всего этого. Правильно? Ну так? Или кто-то поступит по другому? Скорее всего так. Но почему-то когда речь заходит о том, что здесь на земле начинаются какие-то беспорядки, начинаются волнения, начинаются какие-то демонстрации. Я сейчас говорю просто про Беларусь, да? Христиане к этому подключаются. И я считаю, что если мы действительно верим в Библии, а тут написано, что наше гражданство небесное, то мы не имеем права принимать участие в подобного рода деятельности. Я не говорю, что христианин не должен выражать своей позиции гражданской. Потому что, например, вот вы знаете, при всем при том, что Лукашенко там, конечно, что-то делает не так, я согласен с этим, что-то там происходит не то. Ну так это видно со стороны. Мы не видим того, что находится внутри, да? Но он сказал очень правильную вещь. Я слушал его пресс-конференцию. Конечно, между тем, что люди говорят и между тем, что они делают, есть большая разница. Но тем не менее он говорит так, что никто вам не запрещал проводить демонстрацию. Проводите. Но в рамках закона. Если вы хотите что-то менять, идите не на демонстрации, а идите голосовать. Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Все пошли голосовать. И получилось, что там что-то произошло не так с выборами. Я не берусь судить, я не член избирательной комиссии, я не видел подделки. Но говорят, что я взял выбор в подделку. Но вот смотрите, что должно было произойти, скажем, в Беларуси, чтобы люди просто все поднялись и пошли голосовать. Я не знаю, насколько там все голосовали, но процент голосовавших был очень высокий. Вот в Израиле такого произойти не может. Тут все недовольны сегодня власти, да? Все говорят, власть плохая, Биби плохой, те плохие, эти плохие и так далее. Придут выборы, они не за горами. Я думаю, что еще полгода и у нас ждут следующие выборы. Кто пойдет голосовать? Никто не пойдет голосовать из тех, кто сегодня больше всех хочет. Почему? Потому что нет этого в приоритетах. Так вот, наша задача, как христиан в частности, да, это не на демонстрации ходить, не поддерживать различного рода беспорядки против властей, потому что Писание нас призывает совершенно четко к тому, что мы должны молиться за власти и начальство, да, чтобы иметь жизнь безмятежную. Иисуса призывали извнать Римлян из Иерусалима. Но он сказал, что вы не тем духом двигаетесь. Он не пришел сюда для того, чтобы меч доставать и с кем-то бороться. Он пришел сделать революцию в сердцах людей. И сегодня наша задача, как христиан, когда вот происходят все вот эти вот события, которые нас окружают, это обращаться к сердцам людей через проповеди, через христианские каналы, их, слава Богу, сегодня много, через цитаты Библии, через просто беседу с кем-то, через любовь и так далее. Мы не можем себе позволить принимать участие ни в каких беспорядках, ни в никого поддерживать и ни против кого выступать. Потому что Писание говорит так, каким судом вы судите, таким судом и вас будут судить. И Писание нам говорит также, что дьявол он сам принимает вид ангела света. Это значит, что иногда бывает, знаете, вроде как правильно говорит, вроде как красиво все, все подходит. Но когда начинаешь проверять суть сказанного, вот через фильтр водительства Духовного Святого, ты понимаешь, что творится что-то беззаконие. А Бог не может нам позволить ходить с беззаконниками. Помните, с чего начинается книга Псалмок? Она начинается со слов. «Блажен муж, который не ходит по совету нечастливых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разводителей». Очень интересно, что мы с одной стороны не согласны с тем, что в политику христианам нужно идти. Потому что там место влияния, мы оттуда можем начать влиять. Но вопрос в том, сможем ли мы противостоять влиянию политики на нас? Сможем ли мы противостоять здесь на уровне не политиков, а просто влиянию общества на нас? Мы все-таки мимикрируем и будем подделываться под то, что сегодня от нас требует общество. А общество от нас требует исполнять их ценности. Вот в чем вопрос. Вопрос, как к этому относиться? Мы можем к этому относиться положительно или отрицательно? По-христиански или не по-христиански? Вот это дойдет дело до дела. Что мы будем делать? О чем мы будем говорить? И, к сожалению, пока к сожалению, абсолютное большинство людей на этой планете неверующие. Причем неверующие не просто не христиане, а вообще отрицающие существование Бога. Это абсолютное большинство на планете. Когда человек не чтит Бога и отрицает его существование, Писание сравнивает их с безумцем. То есть, помните, да? Треки Псалом, начиная с этого, да? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. То есть, человек, отрицающий существование Бога, есть безумец. И нас окружают фактически. Не надо сейчас, чтобы кто-то на меня обижался. Если сейчас будут смотреть неверующие люди, я не говорю, что вы сумасшедшие. Нет, вы просто не верите в Бога, и Бог называет это безумием. И я с этим согласен абсолютно. И неверующие люди, то есть те, кто не чтут Бога, они уже сейчас получают свою награду, когда гонятся за богатством, за мирской славой. Причем, вы знаете, я вам что скажу, что большинство людей, которые организовывают демонстрации, на демонстрации не ходят. Не ходят, потому что им опасно туда ходить. Это вообще, в принципе, опасно. Зачинщики беспорядков никогда в беспорядках участия не принимают. Но они на этом наживаются. И они как раз, те, кто идут против властей, они уже сейчас получают награду свою. И в большинстве своем, к сожалению, за большей частью вот таких беспорядков и демонстраций, которые происходят сегодня, где бы то ни было, стоят богатые люди. Кстати, за взрывом в Ливане тоже стоит какой-то богатый человек. Ему где-то было невыгодно взять просто и эвакуировать эти запасы аммония оттуда, чтобы они не угрожали людям. Ему-то что? У него-то деньги есть? Ну и что, что погибнет там какое-то количество людей? Порт полностью будет разрушен. Город туристический, который является жемчужиной, поэтому и жемчужин Лижнего Востока будет разрушен. Ему все равно дону. И богатые получают сегодня награду свою. Но понимаете, что Писание говорит, что подобные люди, они в конце концов погибнут. Давайте с вами почитаем несколько мест Писания по этому голову, чтобы вы понимали, насколько нам не нужно уподобляться ценностям, или гнаться за ценностями этого мира. Луки 6 глава 24-26 стихи. Это Нагорная проповедь. Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взаучите, то есть начнете голодать. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возгладаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы. То есть на сегодняшний день люди хотят, чтобы о них говорили хорошо. Они ищут славы мирской. Мы говорили об этом в прошлый раз, что очень многие люди все-таки озаботились о собственной славе, нежели о славе Божьей. Это значит, что им захотелось, чтобы люди о них хорошо говорили, чтобы о них хорошо думали, чтобы они соответствовали стандартам нынешнего общества. Как бы то ни было. Когда мы смотрим с вами различного рода новости про Белоруссию, скажем, это такая злободневная тема. У меня в Белоруссии живут друзья, я не могу до них дозвониться. Там говорят, что интернет отключен. Видимо отключен. У меня в Белоруссии сын моего очень хорошего друга находится сейчас. И я как бы тоже хочу сегодня позвонить и узнать, как они там, потому что он не выходит на связь с нашим сыном. Так или иначе, что-то там происходит. Но когда нам это все позвонить, когда вы видите это со своими глазами, у вас создается одно впечатление. Но когда вам показывают только то, что показывают, почему-то мы не включаем свою, так сказать, мудрость христианскую и не ищем, кому выгодно. Почему нам показывают именно это? Почему нам не показывают ничего другого? Нам показывают сегодня Белоруссию, как будто там какой-то, я не знаю, там, Кристалнафт, ну, как называется, Хрустальная ночь, да, как в Германии. То есть, как будто там, кроме как вот этих вот озверевших ОМОНовцев и бедных несчастных людей на улицах, никого нет. Да, конечно, кто-то пострадал и очень сильно, у кого-то без вести пропали родственники. Мне реально, я сочувствую таким людям, но ведь что-то там и другое происходит. И происходило на протяжении 25 лет в Белоруссии. 25 лет там все было нормально, что случилось за последние полтора-два-три месяца? Что-то происходит, но мы постоянно пытаемся посмотреть на это все с одной какой-то, кому-то выгодной стороны, потому что это то, что нам показывают. Я напоминаю, что мы должны помнить, каким судом мы судим, таким нас будут судить. Мы не можем позволить себе одного посудить о людях или о предшествии. И вот здесь как раз написано, что если мы будем всегда говорить о ком-то хорошо, то есть протестующий хорошо, Лукашенко плохо. Или наоборот, Лукашенко хорошо, протестующий плохо. Мы не можем высказывать подобного рода мнение, потому что судить в конце концов все будет Бог. На протяжении времени произойдет очень много вещей. То же самое происходит сегодня в Израиле. Кто виноват во всем, что сегодня происходит в Израиле? Можно говорить, что виноват Биби, а можно говорить, что виноваты Левые. Ну так всегда происходит. Левые говорят, что виноваты правые, правые говорят, что виноваты левые. И за это, собственно, они изгажаются. Но наша задача, как христиан, ни о ком не говорить хорошо. И чтобы о нас не говорили хорошо. Потому что хорошо о нас будет говорить только Бог. Мы не можем брать на себя полномочия Бога. Судить, что хорошо, что плохо. И стремление к хорошей жизни, так называемой. То есть когда все есть, есть обеспечение и так далее. Это хорошо. Ничего плохого. Я не выступаю ни в коем случае за нищенское существование. Нужно стремиться к хорошей жизни. И Бог этого хочет от нас. Но Он хочет, чтобы мы перестали нуждаться. Не для того, чтобы мы были богатыми. Богатые тоже нуждаются. Но Он хочет, чтобы мы перестали нуждаться. Он хочет, чтобы мы пришли к Нему. Вот знаете, как родителям приятно, когда за каждым шекелем, за каждой парой туфель, за каждой рубашкой дети приходят к родителям. Потому что они чувствуют, что они действительно им нужны. Знаете, когда мы сами собственным путем пытаемся что-то сделать, кого-то осудить, кого-то привести к власти, наоборот свергнуть с власти и так далее. Мы показываем Богу, что Он нам не нужен. Мы сами справимся. Бог невероятный захватчик. Он будет, конечно, стоять в стороне и ждать, когда мы наконец сообразим к Нему в реке. Но наша задача на сегодняшний день это понять, что мы никого не имеем права судить. Мы ничего не имеем права судить. Мы не имеем права даже рассуждать, хорошая у нас жизнь или плохая. Хорошая у нас власть или плохая – это привилегия Бога. Мы не имеем права брать на себя эти полномочия. И Бог хочет излить на нас до избытка. Он об этом говорит всегда. Он хочет излить на нас до избытка, когда мы перестанем красть у Него. Когда мы перестанем отворачиваться от Него. Когда мы перестанем делать все для себя. И Луки 6 глава та же, 38 стих. Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыпут вам в лоно ваше. И какую меру вы меряете, какой вам отмерено будет. Простой пример. Вы, наверное, видели фильм, который называется «По соображениям совести». Кто видел? Фильм «По соображениям совести». Напомню сюжет. Адвентист. Парень призывается на войну. Война с Японией, Америка с Японией. На одном из островов происходит захват какой-то высоты. Он отказывается брать в руки оружие. Спасает кучу раненых. Сам, естественно, страдает от этого. Но спасает кучу раненых. И благодаря его работе всю ночь, когда он спускал раненых вниз, на следующий день, когда брали эту высоту, никто не пошел наверх, пока он за них не помолился. Хотя там все были неверующие. Помните такой сюжет? Смотрели такой фильм? Да. Ок. Так вот, если мы сегодня, христиане, вместо того, чтобы стоять и призывать к тому, чтобы организовать мирные демонстрации. Вот как, знаете, мать Тереза в свое время сказала, если позовете меня на демонстрацию против войны, я ни за что не пойму. Но если позовете меня на демонстрацию за мир, я приду с удовольствием. Разные вещи. Против и за. Христиане, к сожалению, и в интернете, и вне интернета призывают к свержению власти, к наказанию властей, к наказанию тех ОМОНовцев, которые говорят, я не говорю, что там все делается по закону. Не говорю. Я никого сейчас не осуждаю. Я очень редко видел высказывание подобного такому, например. Это вот один из моих друзей, который родим из Говороса. Он сказал, я горжусь тем, что мой народ высказывает свое мнение. Он христианин, кстати. Что он выходит на улице и говорит то, что у него болит. Я восхищен тем, что этот народ не хочет мириться с диктатурой. Он не осуждал никого этим высказыванием. Он не оправдывал никого этим высказыванием. Он просто гордится за то, что что-то народ делает. Потому что безмолвно никто сидеть не хочет. Но, с другой стороны, христиане, которые сегодня призывают в Фейсбуке или в других социальных сетях к тому, что нужно выходить, бороться. Где вы на баррикадах? Где вы против ОМОНовцев? Вас там нет. Вы только призываете из своего Фейсбука. Возьмите бильты. Возьмите повязки. Идите туда, где избивают людей. И перевязывайте их. Это то, что сделал добрый самаритянин, мимо этого человека раненого. Прошла куча народов. И такие все святые и красивые. А он подошел просто и спас его. Можно очень долго, знаете, воевать с правительством и говорить, вот оно не смотрит за людьми, вот люди становятся бомжами. А можно просто взять, как многие другие, бинты, еду и пойти на старую автобусную станцию и кормить там бомжей. И перевязывать их. И беседовать с ними. Вот это и есть та революция. Вот это и есть то, о чем говорит Иисус. Давайте и дано будет вам. Мир и укресенный, наполненный, нагнетенный в лоно ваша цикла. Мы не должны участвовать в том, что нам не принадлежит наше гражданство небесное. И мы не должны вести себя соответственно небесному гражданству. И словами, и делами. И тогда нам действительно воздастся. И вопрос, как бы, что делать? Вот мы видим вот все, что сегодня происходит. Я вам могу сказать один универсальный ответ на вопрос, что делать. Если вы не знаете, что делать, молитесь. Молитесь, потому что молитва, написано в Писании, многое может усиленная молитва правильного. И нужно задать себе три вопроса. Когда мы приходим вот к такому состоянию. Вопрос первый. Можем ли мы на это повлиять? Я не знаю, повлияет ли ваша молитва на это. Но я знаю, что Бог обратит на это внимание. Если вам что-то не нравится. Не нравятся события в Беларуси. Не нравятся события в Израиле. Не нравятся события в России. Там где-то арестовали какого-то губернатора. Я не знаю, кто этот губернатор. Я ни за в него, ни против него. Но я против бесчерства. И я за то, чтобы люди другим способом трансформировали власть. То есть, например, молитва. Если мы говорим, что власть от Бога, то давайте вспомним Давида. Против него воевало целое войско царя Саул. Но он своими псалмами, молитвами, призывами Бога обратил внимание на то, что происходит. И Саул не стало. Но не руками Давида. Отлюд не руками Давида. Так вот, могу ли я как-то повлиять? Если да, то как? Если нет, то что лучше всего сделать? Лучше всего молиться. Потому что молитвой мы обращаем внимание Бога на проблему, которая нас волнует. Она нас волнует. Мы переживаем за этих людей. Я не знаю, есть ли у вас родственники или друзья в Беларуси. Но мне достаточно, что у меня там друзья и сына моего друга находятся. С меня достаточно. Я переживаю то, что там происходит. Но я не смотрю новости про Беларусь. Потому что я не знаю, кому выгодно то, что нам там показывают. А может быть это какой-то конкретный участок, на котором это все происходит. И может быть это просто те же самые события, просто с разных ракурсов сняты. Я же не знаю. Поэтому я никого не осуждаю. Я никого не призываю. Я просто молюсь об этих людях. Второй вопрос, который нужно себе задать. Это как то, что я сегодня делаю или собираюсь сделать, прославит нашего Бога? И прославит ли вообще? То есть, если это прославят, то как я могу сделать это явно? Если это не прославят, то зачем все это делать? Потому что, если это от Бога, то есть, если мы прославляем Бога и Бог хочет прославиться через наши действия, с нами произойдет то же самое, что произошло с Ионой в Ниневе. Ион очень сильно боялся туда идти, но Бог так все устроил, что ни одной волосы... Ну, у него не было уже волосы на голове. Ну, неважно. Как бы, ничего с ним не приключилось там. Его не разделали жильем и не помесили его кожу на крепостные стены. И третий вопрос. С какой целью я сейчас все это собираюсь делать? Ищу ли я свои славы? Ищу ли я поддержки людей? Ищу ли я богатство? Ищу ли я то, чтобы мне хорошо поговорили? Чтобы мне сказали, какой ты крутой? Или я все-таки хочу действительно прославить нашего Небесного Отца и показать, в чем мое гражданство? А оно Небесное, я напоминаю. Давайте напоследок откроем с вами 72-й Псалом. И прочитаем его полностью. Немножко разберем и на этом, пожалуй, будем заканчивать. С первого стиха. Как благ Господь к Израилю и к чистим сердцем. Такая фраза открывающая. Это все еще, скорее всего, Псалом Давида. Скорее всего. Возможно, уже нет. Но, скорее всего. Хотя, есть такое предположение, что это Псалом Соломон. Мы точно не знаем. Есть разные предположения по этому поводу. Но, тем не менее. Давайте прочитаем дальше. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не посказнулись ноги мои, я позавидовал безумным. Помните, кто такие безумные? Безумные – это те, кто не признает существование Бога. «Видя благоденствия нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их, и крепкие силы их, и на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Как нам это знакомо? Как мы видим людей, которые сегодня, как бы, совсем не верующие им так классно? Но мы, как бы, иногда можем ему позавидовать. И здесь говорит Псалом Акелес то же самое. Смотрите, Божье Слово. Тот, кто писал этот Псалом, он, конечно, покаялся в конце концов. Но мы давайте почитаем это от начала до конца. Шестой стих. «От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помысли в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят с высота, поднимают к небесам муста свои, и язык их рассказывает». «По земле». «Потому туда же обращается и народ его, и пьют воду, полную чашу, и говорит, как узнает Бог, или есть ли видение у Всевышнего, и вот эти нечестивые благоденствуют в веки семь и умножают богатство». И это тоже мы видим. Это, на самом деле, то, что происходит вокруг нас. Мы видим, как люди, которые по нашим христианским, в кавычках, меркам, не достойны вообще никакого благоденствия и никакой слабы и ничего, они вдруг живут гораздо лучше нас. Они продолжают хорошо существовать. Вот даже если мы возьмем недавнее интервью, которое я случайно подсмотрел и после этого перестал уже смотреть. Вот вы посмотрите, здесь люди на площади погибают, а эти богатые сидят там и распивают чаи, и смотрят телевизор и радуются. Вот так человек оценивает то, что происходит. Но почему он это говорит? Потому что написано, что он позавидовал тем, кто безумный. Тринадцатый стих. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» То есть мы смотрим на все это, мы смотрим на все, что происходит, мы смотрим на людей, для которых ничего страшного не произошло. Знаете, есть такая пословица русская, кому война, кому мать родна. То есть кому-то же хорошо от того, что происходит, однозначно. Ну, по нашим меркам. И мы иногда думаем, ну почему, может быть и мне нужно было так себя вести, почему же я так по-другому себя веду? Ну вот, что говорит псалмопелец дальше. Он говорит, но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божье и не разумел конца их. Смотрите, что говорит псалмопелец. Он говорит, что когда я на все это смотрю, и мне кажется, что я хочу делать так, как, казалось бы, по человеческой мудрости имело бы смысл делать, то я был бы врагом перед Богом. И когда он разумел, это когда вошел в святилище Божье. Сегодня можно долго говорить о разных аллегориях по поводу того, что такое святилище Божье, но человек, который пребывает вне вселенской церкви, то есть в общении святых, вне общения святых, он начинает поступать именно так. Он начинает соглашаться с тем, что лучше быть безумным, лучше наслаждаться от прелести мира с его. И поэтому мы должны быть всегда с вами объединены, у нас не должно быть разделение в церкви ни по какому поводу, мы должны быть всегда вместе. Потому что человек, который выходит за пределы общения святых, он не может так разуметь, потому что его ничего не обличает, его ничего не заставляет думать по-другому, его ничего не притягивает к Божьим условиям. Так на скольких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасть, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как в сновидении по пробуждении, так и ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты. То есть Псалмоград здесь говорит, что в результате, в конце концов, вы знаете, был такой сериал когда-то, я помню, это было еще в прошлом веке, назывался «Богатые тоже плачут». Вот вы знаете, к этому месту писания очень хорошо можно отнести эту фразу «Богатые тоже плачут». В какой-то момент богатство становится не в радость. Я не говорю о богатстве финансовом, я говорю о богатстве, например, о власти, о влиянии, тогда становится не в радость, если оно не приобретено от Бога. И в этот момент написано, что они пробуждаются и все мечты будут просто разрушены. Бывает, человек утром просыпается, он банкрот. И не потому, что он банкрот от того, что он там неправильный бизнес сделал, а просто вот Бог взял и Бог дал, Бог взял. И больше ничего. Дальше написано. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и неразумел, как скот был перед тобой. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом принимаешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плод мое и сердце мое. Бог твердыния моего и часть моя воверь. Ибо вот удаляющие себя от Бога погибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от себя. А мне благо приближаться к Богу. На Бога, на Господа Бога я возложил пование мое, чтобы возвещать все дела твои. То есть мы, когда смотрим на то, что происходит вокруг и видим, что, может быть, вот так нужно было повести. А может быть, вот так нужно было себя повести. Когда мы сомневаемся, самый лучший способ индикации это, what will Jesus do? Да, то есть что бы сделал Иисус Христос? Он бы вышел на демонстрации свердения. Иисус вышел бы на демонстрации? Да вряд ли. Он бы начал призывать с высокой трибуны к свержению власти? Да вряд ли. Вы думаете, Он не знал как человек, как Бог, что римляне здесь не имеют права на власть? Знал, конечно. Но Он пришел в другую революцию свершения. И Он сейчас совершает ее в сердцах каждого из нас. Иисус не может вести агрессивную политику, потому что Он Бог. А Бог есть любовь. Там есть любовь, там нет никакой агрессии. Там нет зла, там никто над кем не превозносится. И никто никого не сунет, потому что никто не знает, что на самом деле Он на сердце у человека. Бог хочет нам блага. Он хочет, чтобы мы уповали на Него во всем. От начала и до конца. Когда нам тяжело, уповай на Бога. Когда легко, уповай на Бога. Потому что, смотрите, деньги появляются. Как отличить деньги, например, мирские от денег от Бога? Очень просто. Когда есть деньги от Бога, нет недостатка ни в чем. Когда есть деньги от мира, они уходят сквозь пальцы, казалось бы, сколько их не было. Они все уходят сквозь пальцы, их нет. Сколько бы не пришло. Они не задерживаются у нас. То же самое власть. Если она не от Бога, она утечет сквозь пальцы и не останется ее. То же самое радость. Если она мирская, она утечет сквозь пальцы, она когда-нибудь закончится. Радость Божия, как и сам Бог, она вечна. Власть от Бога, если она, то она вечная. Потому что Бог ее установил. И я напомню вам, что когда даже цари, которых Бог назначил на эту царскую должность, уходили от Бога и начинали провозглашать себя, Бог превращал их в животное. Вспомните на выходе Доносова? В книге Даниила написано, когда он утром проснулся, встал и говорит, о Вавилон, не я ли сделал тебя великим? И еще слова его были у него на языке, как Бог проговорил ему, что он теперь будет, как животное, кушать траву и смиряться. Потому что по-другому не может быть. Нельзя противостать против Бога. Если это от Бога, оно будет навсегда. Бог его поставил. И он это провозгласил через Еремию, что он поставил этого царя. И он утвердил этого царя. И он прославил этого царя. Потому что поначалу все было хорошо. Но потом он начал возвеличиваться. И поэтому мы должны понять, что все, что происходит вокруг, мы к этому должны относиться исключительно с точки зрения Божьей воли. И смотреть, насколько это действительно Божье влияние. Потому что Писание говорит нам через Иисуса Христа, что будут войны, будут потрясения, будут гнать, будут убивать. Значит, Бог может это допустить. Но написано, что может сделать мне человек, который не может души моей забрать, только тело повредить. Чего бояться? Потому что душа-то вечная, она будет всегда с Богом. Конечно, нам хотелось бы пожить. У нас планы на ближайшие выходные, на ближайший месяц, на ближайший год. Вы знаете, коронавирус очень хорошо всем показал, что любые планы могут быть перечетнуты в один прекрасный день. Ну, для кого-то прекрасный, для кого-то не очень. Любые планы. И как мы к этому отнесемся? Как мы будем относиться к происходящему? Можно долго протестовать. В кучу верующих видел, которые начинали против государства выступать, что типа, а, это все предлог, чтобы расставить антенны 5G, а потом на нас влиять и поджарить наших детей на детских площадках. Верующие писали такое. Призывали в группы, вступайте против 5G. Где эта истерия по поводу 5G? Нету ее. То же самое было, когда было 4G, все протестовали прямо куда-то. Но для чего мы все это делаем? Ведь наше гражданство неземное, оно небесное. Мы не можем, находясь здесь, в чужом царстве, вести себя так, как они себя ведут. Мы должны вести себя достойно своего гражданства. Так написано в посланных филипийцах. Мы должны вести себя достойно своего гражданства. И это то, как мы должны относиться ко всему. Абсолютно ко всему. Что касается нашей жизни, что касается политической ситуации в стране, что касается проблем за рубежом, что касается трагедии, как, например, в Ливане. Мы должны смотреть на это с точки зрения Божьей воли. Насколько мы можем проявить себя, как дети Божьи. Представляете себе, если бы сегодня Бог, например, случилось бы, что... Вот давайте возьмем простой пример. Такого быть не может, но, может быть, мы живее представим. Иисус, Сын Божий. Он написано, ничего не делаю, не видя Отца Творящего. А вот представьте себе, что Он пришел бы и сказал. Ну, Отец, конечно, так бы не сделал, но я вот считаю, что должно быть вот так. Может ли устоять царство, которое раздвоится в самом себе? Нет, так написано в Писании. То же самое и мы. Мы, дети Божьи, мы не можем ничего делать, не видя Отца Творящего. У нас есть четкая инструкция, вот она, Библия. Здесь написано точно, что делает Бог, как поступает Иисус. И вот так мы должны поступать по отношению ко всему. Потому что мы, Его дети, мы не можем поступать отлично от Него. Хорошие новости в том, что даже если мы начнем поступать отлично от Него, Он все равно каким-то образом выправит пути. Но иногда будет больно. Например, через чрево кита. Лучше не надо. Давайте будем относиться ко всему так, как Господь хочет, чтобы мы относились к этому. И церковь не должна молчать. Но если церковь не знает, что делать, то она должна молиться. В голос молиться за то, чтобы ситуация пришла в норму. И наша в раме, напомню, не против крови и плоти, но против сил, властей, иначе тьмы и поднебесной. И когда мы будем провозглашать волю Божьей, когда мы будем призывать имя Иисуса, которое, как мы знаем, разрушает любое препятствие, в этот момент слава Божия придет и совершится то, что должно быть совершено по воле Божьей, потому что Его мысли не наши мысли. И Его пути не наши пути. Мы просто будем с вами видеть славу Божию. Чудо будет настолько великим, что мы даже вместить его в себя не можем. И вот за это я предлагаю молиться, чтобы нам действительно Бог дал мудрость и как правильно ко всему этому относиться. Не впадать в грех осуждений. Обсуждений. Говорить эти хорошие, эти плохие. За этих нужно, за этих не нужно. Молиться нужно за то, что происходит в Беларуси сегодня. Молиться нужно за то, что происходит в Израиле, на Бальфурге и Русалиме сегодня. Туда должен Бог прийти. Не мы с вами, а Бог должен прийти и в свет, естественно, все это расставить по местам. Иначе мы уподавляемся этому миру. Мы становимся его другом. А дружба с миром есть вражда против Бога. Давайте будем молиться за то, чтобы Господь наделил нас этой миростью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!